Мне кажется, что кризис губительно действует на все, в том числе, конечно, на искусство. И, конечно, то, что сейчас гораздо меньше стало денег, совершенно ощутимо, но прежде всего меньше денег стало именно для искусства. И прежде всего сократили бюджеты Министерства культуры и Департамента культуры, и все, что связано с кино, с театром, с библиотеками, совсем все, все резко сократили. И, конечно, нам всем стало очень трудно жить, потому что эти проекты задумываются заранее. Театральные проекты, кинопроекты, иногда к ним идешь 3-4 года, а когда пришло время осуществлять, а денег-то нет. Поэтому очень плохо. Что касается творчества в кризис, ну, наверное, да. Я думаю, что в кризис иногда бывает так, что человек от отчаяния может написать что-то великое, что-то гениальное, если мы говорим о композиторе или литераторе. Или, я не знаю, художнике. Может быть и такое. Но ведь дело в том, что в любом случае это все равно надо реализовывать. Ну, даже писателю, ну, что ему нужно? Компьютер там или ручку и все, он написал и все. Но это же надо издать, на издание надо денег. Кинорежиссеры, чтобы сделать кино, нужны деньги. Художнику даже, ну, казалось бы, простая вещь. Все равно там краски, холсты, все это стоит денег. И любая такая работа стоит много денег. Уже не говоря о композиторе, которому, чтобы поставить там оперу или балет, или даже симфонию, это все стоит много денег. Поэтому кризис – ужасное время для художника, и очень хочется, чтобы он скорее закончился.